Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом. Те из вас, кто получает или покупает журнал «Русский дом», конечно, обратили внимание на обложку последнего номера. Мальчишка на руках бронзового русского витязя. Уверенность и спокойствие исходят от этой фотографии, как будто наши предки, потом и кровью создавшие и отстоявшие государство, взяли под защиту и нас сегодняшних. Мужество и стойкость, военные и государственные таланты, проявленные нашим народом на тяжелом и тернистом историческом пути, не знают себя равных. С момента своего рождения, крещения Руси в 988 году, русская держава отстаивала православную веру, презирая политические выгоды и соблазны. Яркий этому пример – освобождение болгар от турецкого ига. Это произошло 120 лет назад. Русские солдаты под предводительством генералов Скобелева, Драгомирова, Черняева, Гурко одержали блистательные победы на Шибке и Подплевне. Русские войска находились в нескольких километрах от Константинополя, нынешнего Стамбула. 500-летнему владычеству Османской империи над Болгарией пришел конец. Болгария обрела независимость. Это было время, когда сердце каждого славянина, жертвенной христианской любовью, отзывалось на призыв к славянскому единению. Сегодня от этого осталась только память. Один из решающих моментов русско-турецкой войны 1877-78 годов – сражение Подплевной, в котором русская армия, приняв на себя основной удар, одержала блестящую победу, разгромив 40-тысячное войско противника. В честь беззаветной храбрости русских воинов, освободивших братьев-болгар от турецкого ига, в центре Москвы, у Ильинских ворот, в 1887 году была воздвигнута часовня с позолоченной надписью «Гренадеры своим товарищам, павшим в славном бою Подплевной 28 ноября 1877 года». Долгое время этот уникальный памятник находился в запустении. «Я, конечно, не подозревал, что внутри есть часовня. Почему-то в советское время убирали старательно из всех аннотаций к фотографиям, что это Плевненская часовня, просто памятник гренадерам, погибшим под Плевной. Я никогда не думал, что там находится внутри и не предполагал, что такая красота. Очень трудно ее было восстанавливать. Я работал по керамике, внутри очень много керамики, все в израстцах. И работы было много, но мы успели. Я очень рад». Я думаю, что именно потому часовня уцелела, что это поистине святое место. И здесь есть своя особенная святость. Это особенная святость, которая принадлежит всему нашему православному русскому народу. Это святость подвига положить души за други своя. В канун празднования 120-летия подписания Сан-Стефанского мирного договора об окончании русско-турецкой войны состоялось освящение и открытие после реставрации, проведенной правительством Москвы, нашей святыни Плевненской часовни. В этот день сюда пришли не только официальные власти, духовенства, высокие гости, но и внуки и правнуки тех, кто участвовал в этой войне, кто голову сложил за други своих. Я испытываю сегодня, в этот день, чувство гордости за славу русского оружия и чувство радости, что в Москве появился еще один памятник русской воинской славы и памятник военно-исторический. Вижу в этом как знак возрождения и России, и ее армии. Теперь эта часовня станет местом молитвы и живой связью между российским народом и болгарским народом. Дай Бог, чтобы никогда не изглаживалась память по подвиге наших сынов. Сынов Отечества. Ведь часовня – это не только памятник погибшим, это памятник славы всей русской армии. Сегодня, когда из бывших республик, новообразованных государств идут обвинения в адрес России и русского народа, не грех бы им вспомнить, что многих из них никогда бы не было на исторической карте, и существуют они только благодаря России. Ведь, например, только благодаря этой победе в русско-турецкой войне огромные территории Грузии, Армении, Бессарабии обрели независимость. Так что давайте почаще обращаться к нашей истории, чтобы не быть Иванами, не помнящими родства. 5 марта 1953 года умер Сталин. Страна погрузилась в официально объявленный четырехдневный травм. Правда, поместила статью «Великое прощание». Ее автор Алексей Сурков писал, «Три дня подряд, избиваясь по улицам Москвы, текла и текла живая река народной любви и скорби, вливаясь в колонный зал». Не написал автор только о том, что скопление народа было так велико, что в нескольких местах возникли давки, которые унесли человеческие жизни. 8 марта 1917 года в Могилев, где находился Николай II, прибыли комиссары с постановлением Временного правительства признать отреченных императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в царское село. В связи с арестом Александра Федоровна сказала, «Я на троне 23 года. Я знаю Россию. Я знаю, как любит народ нашу семью. Кто посмеет выступить против нас?» Впереди их ждали Тобольск и злодейское убийство в Екатеринбурге. 9 марта 1839 года родился Модест Петрович Мусоргский, глубоко русский композитор. Его оперы «Борис Годунов», «Хованщина» воскрешают страницы русской истории. Мир композитора огромен. Это лирические произведения и беспощадная сатира, трагедия «Хованщина» и лучезарная комедия «Сорочинская ярмарка». С годами интерес к творчеству композитора неуклонно растет. Его оперы идут на сценах музыкальных столиц и малых городов. Его стихией была сценическая правда, писал Шаряпин. В его произведениях не только слово и звук сливаются, но это целое сливается с действительностью. 10 марта 1907 года скончался Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Святейшего Синода. Константин Петрович многое делал для процветания русской православной церкви. В его бытность реставрировались древние русские святыни, строились новые храмы. Число церковных школ для народа возросло в 8 раз. Размер государственных остигнований на них в 40 раз. Победоносцев был главным советником Александра Третьего. Он был убежден, что самые существенные плодотворные меры исходят от центральной воли государственного деятеля и меньшинства просветленного высокой идеей и глубоким знанием. 11 марта 1918 года Москва стала столицей советского государства. Страна была охвачена пламенем войны. Даже после подписания Брестского мира с Германией, военно-политическое положение продолжало оставаться очень тяжелым. Находившийся недалеко от границы Петроград постоянно был под угрозой военного нападения. Поэтому по предложению Ленина Совнарком принял решение о переезде правительства в Москву. Вечером 11 марта в Москву прибыл поезд, в котором находились члены ЦК и советского правительства во главе с Лениным. На следующий день над Кремлем, где разместилось правительство, было водружено красное знамя. Еще давайте запомним одну дату. 3 марта 1998 года. В этот день в Латвии, в Риге избили русских пенсионеров. Старики вышли с лозунгами «Независимость уже есть, неплохо бы и поесть». Полицейские ответили на это ударами дубинок. Таково положение русских в демократической Латвии. Министр иностранных дел Российской Федерации Примаков назвал разгон и избиение полицией русских пенсионеров попиющим нарушением элементарных прав человека. И еще комментарий к одной дате, к 5 марта 1953 года, дню смерти Сталина. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 31% граждан России считает, что какие бы ошибки и пороки не приписывали Сталину, самое важное, что под его руководством советский народ вышел победителем Великой Отечественной войне. Сегодня снова на той части территории, что осталось от исторической России, Российской Федерации, злободневной стала проблема продажи земли. Снова русские люди раскололись на два лагеря. Одни за продажу, другие против. Кому владеть землей? Этому посвящен сегодня наш круглый стол. С принятием Госдумы земельного кодекса начался новый виток политизации земельного вопроса. И вот что интересно, начали его не коммунисты, не аграрии, а представители демвыбора России. Вот как вы думаете, чем была вызвана вот эта необходимость политизации земельного вопроса? Неужели это для нас номер один для России вопрос частной собственности на землю? Судя по тому, как вы на меня смотрите, мне придется отвечать. Я считаю, что в земельном вопросе самое главное, видимо, вопрос, кому должна принадлежать земля. Вот этот вопрос в нашей России, он весь век, и прошлый век, и этот век, весь век будоражил умы и населения, умы крестьян. Я считаю, что как-то незаметно может для общества в 1990 году, в декабре месяце, Второй съезд народа и депутатов принял историческую статью 12 в Конституции, где земля, матушка, земля сельскохозяйственного значения была объявлена собственностью крестьян. И введены были все формы собственности. И собственность и государственная, и частная, и корпоративная, и корпоративная, и акционерная. В общем-то, дан старт для того, чтобы были реально созданы разные формы, соревновались, состязались и процветали на земле. Но если посмотреть рекомендации Международного валютного фонда, где четко было записано в свое время сломать существующий аграрный строй в виде коллективных предприятий и ввести способ распределения земли через куплю-продажу, я вижу в этом большой заказ, большую предназначенность, задность какую-то. Мы, крестьяне, считаем, что главное для нас получить землю, трудиться на ней, успокоиться, создать нормальные формы хозяйствования, наладить нормальные отношения с государством, получить право реального выбора любой формы собственности, а потом в следующем поколении, видимо, решать вопрос о том, чтобы покупать или продавать эту землю. Тем более, в той конституции 90-го года вопрос купли-продажи был отнесен на 10 лет вперед. То есть давался 10-летний срок для того, чтобы крестьяне разоборились, хотят ли они в коллективном хозяйстве работать, хотят ли они остаться в государственном предприятии, хотят ли они создать акционерное предприятие, или хотят вместе с семьей взять участок земли и пойти в трудный фермерский самостоятельный путь, в самостоятельное плавание. А через 10 лет потом следующее поколение могло бы решить. И вдруг опять сейчас этот вопрос начал будоражиться как главный, хотя он главным не является. Вы считаете, что этот вопрос начат по инициативе Международного валютного фонда? Ну, вопрос многообразия форм собственности был не по инициативе Международного валютного фонда. Я считаю, что это было требование времени. Вот к концу 80-х годов у нас в крестьянстве накопился достаточно сильный потенциал желания работать не только в колхозе, в совхозе, но появился довольно сильный потенциал, и люди появились, которые желали и работать самостоятельно. И с этим нужно было считаться. И Конституция 90-го года отразила на это стремление. И в 90-м году был принят закон о крестьянском фермерском хозяйстве Верховном Совете Российской Федерации. Дали возможность трудиться и работать? Я считаю, что это очень важный вопрос, но это не главное. Вот я фермер, работаю на земле. Я не асфальтовый фермер, но у меня 500 гектаров земли в Московской области. Это самое крупное крестьянское хозяйство в области. И самое крупное в России по производству картофеля. А вот то, что нам сейчас навязывают эту дискуссию по земле, продавать, не продавать, это вот, я может грубо скажу, это как кость бросит собакам голодным. Вот мы ее таскаем, продавать, не продавать. Вот для меня главное, чтобы и для, тоже, скажем, культуры сельсказательности, чтобы она нормально выращивалась. Я ее смог получить высокий урожай и реализовать по нормальной цене. Для этого нужны деньги, инвестиции. Вот для меня главное. У меня 12 гектаров в собственности и 500 в аренде. И вот я не лести верю совершенно, в общем-то. Я потом скажу, как я отношусь вообще к купле-продаже. Это отдельный вопрос. Но это не главный вопрос. Вот в настоящее время это не главный вопрос. Владимир Владимирович, а вы как считаете? Я не умею делить главное, неглавное и аранжировать. Это необходимый вопрос. Столь же необходимый, как инвестиции и как ряд других вопросов. И не решать его нельзя. Откладывать его на поколение моих внуков опасно, потому что беды еще больше будет. Ведь не случайно же на Верховном Совете, да, я тогда участвовал, вот был депутат Верховного Совета, они приняли такой кодекс, в котором разрешалось, рынок земли разрешался, но были регламенты введены жесткие, государственные, кому можно, кому нельзя, сколько можно, сколько нельзя, когда можно, да, там десятилетний мораторий. А затем пошла Катавасия после этого путча. Президент как бы урезал некоторые статьи того хорошего, на мой взгляд, кодекса, в связи с тем, что изменилась власть, не стало местной сельской власти, советов, нужно было поменять редакцию, значит, и потребовал в соответствии с новым временем принять скорректированный кодекс земельный. Правительство по поручению президента подготовило уточненный кодекс, который почти копировал предыдущий, который был принят тем Верховным Советом. И вдруг в ходе работы Думы, первой нашей вот Российской Думы, гайдаровцы вдруг вбросили совершенно либеральный вариант кодекса, разрешающий куплю-продажу вот вакханалию, такую свободную, и в ответ получилось, что ни правительственный, сдержанный кодекс, который повторял предыдущий, ни гайдаровский не прошел. Казалось бы, нужно было все-таки предложить, продолжить движение вперед, и вдруг рождается вариант кодекса, который предложила аграрная фракция, которая написала запреты, то есть отступление от того кодекса, который был принят еще в 90-м году. И вот тогда-то началась политизация, началась борьба. А ведь ранешний кодекс, он мог контролировать, регулировать, и земля не была бы предметом, как спички продажи. А сегодня, к сожалению, на черном рынке так происходит. Значит, нам нужен регламент государственный, чтобы этот процесс купли-продажи, он был подконтрольный, жесткий, чтобы платифундисты не образовывались, чтобы земля не была какой-то разменной для богатства. Ведь вот вопрос-то о чем идет. Вот вы говорите, политизация началась с того момента, когда аграрная партия внесла какие-то запреты на куп и продажу. Но не началась ли политизация с того момента, когда Демвыбор, как вы сами говорите, выбросили на... Согласен. Согласен. А зачем это нужно было? Вот мне вопрос. Ведь отложили, говорят, давайте на 10 дней. Зачем нужно было вот именно будоражить сейчас? Казалось бы, за это время нужно было не спорить, а готовить инструменты рыночные. Банк государственный готовить, кадастр готовить, другие условия, прорабатывать инструктивные материалы для правильного фиксирования сделок, чтобы не было липовых сделок там или на подставное лицо. Это нужно было заниматься. И вместо этого действительно вбросили либералы такое взрывное предложение. И я в данном случае от них отмежевывался и отмежевываюсь в этом вопросе. Очень приятно, что Владимир Федорович, прошу прощения, наконец-то публично, так и искренне совершенно отмежевался и отмежевывался от либералов. В этом вопросе... Простите, в этом вопросе... Давайте так, все-таки историю. Во-первых, в 93-м году не путь, а расстрел законно избранного органа власти. В 93-м году прекратило действие так институции, где в 12-м статье совершенно нормально все было прописано. Даже там была прописана купля-продажа, но отнесенная на 10 лет. Президент запретил это все. И теперь же президент теперь пытается уговорить. Но знаете, говорит, слово не во рве, она вылетела и уже шло. И поэтому, естественно, Аграрная партия России очень негативно относится к вопросу уже перераспределения земли через куплю-продажу. Мы считаем, что в 90-м году земля отдана крестьянам, а механизм купли-продажи, вот в нынешних, современных условиях, а я думаю, что чудо не произойдет через 2, и через 3, и через 5 лет крестьяне не будут богаты. Купля-продажа – это есть прямой механизм, а без земель они крестьян. Ну, представьте, вот я работаю в хозяйстве. Владимир Николаевич – фермерский хозяй, я в крупном акционерном обществе. Мне хозяйство, у меня хорошее хозяйство. Мы хотели бы еще немножко взять земли. Мы арендуем в районе достаточного фонда перераспределения. Возьмем в аренду, увеличим, и будем нормально обрабатывать земли. Мне унизительно, тошно смотреть, когда рядом у соседей пустуют поле. Я возьму. Но если завтра мне скажут, Михаил Иванович, приобретай эту землю, да извините, на какие шиши? Мы с трудом при таком диспаритете цен еле-еле находим возможность купить запасные части, горючее, семена, удобрения, а завтра я должен огромные ресурсы тратить, тратить на приобретение земли. И еще одно. Говорят, на Западе везде залог земли. Давайте землю впустим в залог. Я, может, согласен, залог, если нормальный залог, ну, ведь нам-то на Западе залог под крупный инвестиционный проект сроком на 12-15 лет. А нам залог предлагает подсезонные текущие затраты. Никто, никто не предлагает. Предлагает, предлагает, и я уже свидетель того, в Саратовской области, после принятия закона, сейчас пытается сдать залог земли на полгода, под кредит на полгода. А если через полгода засуха, выгорит все, значит, произойдет массовая безземельная земля. Кто же какой сумасшедший под сезонные затраты отдает землю в залог? Поэтому мы, я вот чтобы с Владимиром Федоровичем уже по-настоящему подискутировать, могу сказать, земельные отношения, та отрасль, где нужно быть в высшей степени консервативным и осторожным. Земля богатства, неправильно ее переделишь, потом передел, всегда с кровью. И тезис о том, что без конца повторять, что идет скрытое воровство, земли давайте узаконим. Но если идет разбой, если хулиганство, бонетизм, это аналогично, или кражи имущества, давайте узаконим кражу. Я категорично не согласен, чтобы законодатели эту кражу как-то узаконили. Скажите, а те законы, которые сегодня существуют, они могут привлечь людей к тех, кто нарушает законодательство, вот за эту скрытую форму продажи земли, за черный рынок и прочее, прочее. Законы сегодня существуют такие? К сожалению, вот такого жесткого регламента, при котором что можно с землей, а что нельзя, из-за отсутствия земельного кодекса, вот таких регламентов нет, правил жестких нет, и, следовательно, юристы не могут кого-то привлекать к ответственности за нарушение правил, которых нет. Так вот, нужны эти правила? Нужен такой кодекс, который бы установил эти правила? И тогда можно было включать юридическую силу. Поэтому-то идет разговор, что нужно уйти сейчас от холостического вопроса, философского вопроса, быть или не быть, как у Гамлета, а перейти в конструктивное русло. Рынок неизбежный, земли. Но он не может быть либеральным и свободным, как того хотят либералы. Он должен быть как бы государственным рынком, под строгим государственным контролем. Вот сейчас работает согласительная комиссия. Я член согласительной комиссии, меня в Думе включили в нее. И мы будем думать не о том, че спать, че не спать, че бодрствовать. Мы будем говорить, как мы будем делать шаг первый, шаг второй, шаг третий, за какой период мы это дело введем, какие инструменты, какие инструкции должны быть, чтобы не было бакханалии. Вот над чем мы сейчас заниматься будем. То есть вы сейчас как бы разрабатываете регламент для купли-продажи земли? Да, строгий, жесткий регламент. Вот я, можно сказать, вопрос уже. Это работа началась. Я вот в принципе не против купли-продажи земли. Что такое покупает фермер или колхоз-совхоз землю? Он покупает право работать на своей земле. Он же не может никуда не утащить ее в кармане, он же обязан не снижать плодородие почвенное. В принципе, тут ничего плохого нет. Но я против, почему в теперешнем времени против купли-продажи. У нас, у крестьян, у коллективных, у частных, нет денег, чтобы купить эту землю. Вот я, может быть, я тут немножко хвалюсь, что наши хозяйства относятся к одним из лучших в Московской области. Но я вот говорю, у нас нет денег в нашем хозяйстве, чтобы купить землю по нормальной, хотя бы, как она называется, цена, объективной цене. Ну, нормативная цена, да. Если за ящик водки предлагает, приходит кто-то, скажем, вот возьмите мою землю, вот, значит, но это дело, ну, скажем, не богоугодное. Это мы вот уже, у нас возраст такой позволяет думать уже не только, вот, скажем, там, о чем-то, но и о более высшем, что есть в человеке. Если будет купить и продажа земли, я вот вынужден буду землю эту приобретать. Потому что вот я с ваучерами пролетел, что называется, я вот свой ваучер никому не отдал, и дочери своей не позволил, вот он мне с собой. Это был обман, очередной обман и по земле. Я свои деньги, которые я тратил бы на новые семена, на тракторы, на удобрения. Я категорически против того, что нам как истину подается, что рынок земли должен быть обязательно. Я могу сказать, мировая цивилизация не доказала абсолютную бесспорность этого тезиса. Да, во многих странах земля переспреляется через куплю-продажу. Подавляющие. Но в то же время, в то же время, ряд цивилизаций, я не спорю в процентах, но ряд цивилизаций, Израиль успешнейшим образом ведет свое сельское хозяйство без рынка земли. Польдерная земля, не вся Голландия. На польдерных землях в Голландии нет рынка земли. В Англии, в Англии в рынок земли, в Англии вовлечено не более 1% делом в то, что подавляющее большинство земли у фермеров Англии столетиями находится в аренде, они арендовали у ленд-лордов. Страна выбирает себе исторический путь. Я считаю, и когда господин президент на круглом столе начал говорить, что нам купля-продажа нужна для того, чтобы землю вовлечь в хозяйственный оборот, земля через аренду уже вовлекается в хозяйственный оборот. Это достаточно для того, чтобы оптимизировать на данном историческом этапе земельное отношение. Я глубоко согласен с Владимиром Николаевичем Акатьевым, что сейчас, когда и правовой у нас беспредел, что любая зацепка, какая-то правовая закон, он сметается буквально. Сейчас внедрится купля-продажа земли, получится такая же картина. Я не знаю, кому-то нравится, кому-то не нравится. Есть такой господин рыбак в Калужской области, уже 30 или 40 тысяч гектаров. Кому-то нравится, что рыбак станет крупным латифундистом. Мне, допустим, не нравится. Я хотел бы, чтобы крестьянин был собственником и работал на земле. Поэтому нужно очень осторожно относиться к этим шлюзам, которые мы считаем, что обязательно их нужно поднять. А я считаю, что для успешного ведения сельского хозяйства сейчас земля в собственности. Если кому-то нужно больше земли, пожалуйста, бери в аренду и трудись, работай на этой земле. Решай главные вопросы, как работать на этой земле. Я вынужден, извините, снова не согласиться. Я хорошо знаю практику землевладения в Штатах. Абсолютно во всех Штатах есть право продажи и купли земли. Есть только в четырех Штатах запрет для купли земли иностранцами. Да, в аренде много земли у фермеров голландских, у фермеров английских и у фермеров американских. До 40% земли у фермера арендованной. Но они арендуют у частного собственника, а не у государства. Вы знаете, мы и не Англия, и не Голландия, и не Америка, и не Израиль. У нас свой путь, свои исторические традиции, своя историческая преемственность работы на земле и работы с землей. Так может быть, там все-таки лучше исходить из того, что, как говорится, генетически у нас заложено, а не переносить непосредственно прививку, делать чужеродного дичка. Согласен, согласен. Или даже культурного саженца. Когда мы начинали нашу беседу, мы говорили, почему демократы на сегодня политизируют земельный вопрос. Вот на это надо ответить, потому что зрителям будет не совсем ясно. Почему на самом деле? Если бы с самого начала наша инициатива наших демократов заключалась бы в поиске экономических путей реформирования сельского хозяйства с точки зрения его эффективности и совокупной выгоды общества, это один разговор. Но ведь получилось совершенно наоборот. Поставлена была задача чисто политическая, даже более того, идеологическая. И не случайно в то время демократы, это общественность российская знает плохо, еще в 1991 году обратилась в Международный валютный фонд, Семирный банк и так далее, выдать рекомендации России, как этой великой страны реформировать свое сельское хозяйство. Вот ведь вопрос в чем. И они добросовестно расписали, мы ожидали от них, что они нам заложат экономическую основу улучшения сельского хозяйства. Это создать себе конкурентов. Всю жизнь они мечтали подавить эти конкуренты, и они сделали эту программу. И если ее сейчас взять на столе, это почитать, по каждому пункту, в том числе по земле, там четко расписано. И все четко соблюдается. Поэтому вопрос сейчас стоит не в том, кто будет собственный в земле, продавать ее или не продавать. Эффект заключается на современном этапе развития сельского хозяйства, мирового и в том числе сельского, заключается в том, а какие технологии будут, а какая инфраструктура будет. Значит, и так далее, и так далее. С тем, чтобы оказать, чтобы сельское хозяйство было эффективно, тогда бы не стоял вопрос о купле-продаже. Наоборот, каждый собственник держался бы за то, что он имеет, для того, чтобы умножать свое богатство. И, конечно, сейчас этот вопрос остро стоит, потому что за 7 лет загнали сельское хозяйство России в тупик. Теперь, чтобы отвлечь внимание общественности из этого тупика, свалить вину на то, что вот эти крестьяне российские не вписались в рынок, значит, конечно, самый момент, чтобы опять оттянуть время. В этой ситуации как раз самое время России показать пример для всего мира, как поступить правильно с земельным вопросом с учетом российских исторических традиций, с одной стороны, и в том числе получить сельское хозяйство эффективным для продовольственной и другой безопасности нашей страны. Ну, мы 70 лет учили мир, как работать по-другому в сельском хозяйстве, однако потом поехали за зерном в Америку, и Новороссийский порт думали, как переиначить. Раньше Новороссийский порт вывозил, и оборудование такое, а потом пришлось его реконструировать, чтобы ввозить это 70-80-е годы. Поэтому нам, наверное, не быстро научить мир, как работать. Я от прагматики пойду. Все-таки я за то, чтобы вернуться к кодексу 90-го года без всякой политизации, чисто прагматически. Вот уже есть племя фермеров. У Владимира Катьева, да, 500 гектаров. И у него получено влизинг от государства, хорошие комплексы, и он думает, как с ними рассчитаться, и он прекрасный человек, и прекрасная работа, уважаемый фермер. Его даже как-то год выбирали на всю область президентом. А у нас средний размер фермерского землевладения в России сейчас 46 гектаров. На этих 46 гектарах не развернешься с новыми технологиями. Значит, вопрос малоземелья фермеров, он остается острым. Встает вопрос, как увеличить земельный клин у фермеров, чтобы можно было применять современные технологии. У нас есть 3% фермеров, работающих со современной технологией. Остальные ни деньгами, ни землей не могут до этого дотянуться. Что, это консервировать, да? Современные технологии только для крупных хозяйств, а это, будь и мелочь, мороженку выращивать. Извините, а как же идет процесс, когда 40% коллективных хозяйств сегодня распадается? Что, они и будут семейным вариантом по 5 гектаров работать по 3 коровы? Значит, мы должны включить механизм, чтобы семейные хозяйства тоже становились крепкими технологичными. Владимир Федорович, скажите, пожалуйста, а каков процент фермеров в производстве сельскохозяйственной продукции? Сейчас это твердо сказать никто не сможет, потому что наш дурной налоговый пресс вынуждает фермеров, а сегодня у фермеров научились уже представители колхозов, не показывать ту продукцию, которая идет, ну, будем говорить так, на рынок по-наличски. Но все-таки по вашим данным. По нашим данным, что примерно 7% земли, где-то 6-8% продукции растеневоческой. Ну, конкретный пример. В этом году в Тюменской области уже 20% зерновых вырастили фермеры. То есть вот какие цифры интересные. Колебания, амплитуда высокая. Извините. А вот, Владимир Николаевич, скажите, ну, а вот вам как лучше, вот вы считаете, иметь в собственности землю или в аренде? Собственность, конечно, лучше. Собственность, вот так вот чисто отвлеченно, если рассуждать. Но, в принципе, вот на деле мне, мне нет большой разницы. Мне важен не способ владения землей, а надежность. Пусть аренд будет, ну, на 50 лет, скажем. И вот, скажем, может быть, думцам не лезть уже в эти дебри, скажем, купли-продажи. А давайте сделаем так. Аренда, даже аренда, скажем, может быть, справа в наследовании. Вот я ухожу из жизни или из своей деятельности. Это аренды наследуют мои дети. Тут вот, я говорю, а еще повторяюсь, это не самый главный вопрос купли-продажи. Рынок земли нужен только тогда будет, когда само хозяйство на земле будет приносить существенную прибыль хозяевам. Пока этого нет, пока в России 90% нерентабельных коллективных хозяйств и 90% хозяйств фермерских нерентабельных. Вот я не буду голословным. В нашем районе Раменском из 700 хозяйств работают сейчас 4%, 30 хозяйств. Остальные обанкротились, уже не работают. Ну, это сотни поломанных судеб. И даже, может быть, и жизни. А ведь обещали президенты и правительству. Вот, значит, вот фермер, берешь землю, там тебе и дорогу проложат, и электрификацию, и газификацию. Вот я бы никогда не пошел бы сейчас, в настоящее время, фермеры. В те времена, я уже 7 лет работаю на земле, конечно, в Телагаевский кредит, вот при помощи аккорта, мы стали на ноги, нам позволили стать на ноги. А сейчас нас душат. И мы по сравнению с коллективным хозяйством находимся в более худшем положении. Если уделяются какие-то деньги на уровень России, то местные чиновники, они вот хоть на словах за власть действующую, на самом деле делают все, чтобы фермерам досталось как можно меньше средств. Я хотел бы сказать, все-таки я сторонник того, что все-таки нужно спорить, в споре рождается истина. И хотел бы оправировать тезис Владимира Федоровича о том, что фермеры в России душат малоземелья. Это абсолютно неправильно. Около 10 миллионов гектаров земли выделено фермерам на 280 тысяч фермерских хозяйств. Даже 13 миллионов гектаров. И размер, больше или меньше, это не есть признак автоматического, что более успешно будет ввести хозяйство. Потому что за средней цифрой 46 гектаров на дно фермера, скрывается разный показатель. Там в учете и действительно случайно взятый маленький гектарный, двух-трехгектарный на деле, или на Алтае, где огромные просторы у фермерского хозяйства в размере на семью. Я очень часто бываю в регионах, встречаюсь и с представителями коллективных хозяйств, и с фермерскими хозяйствами, потому что наша партия защищает интересы всех крестьян, коллективного, фермера. Проблемы земли нет практически. Дают земли столько, сколько ты можешь обработать, лишь бы только ты мог за ней обихаживать. И вопрос второй тезис. Когда Владимир Федорович, вы говорите, я много раз с вами спорю на эту тему, и сейчас поспорю. Вы говорите, вот нужно, хотелось бы прикупить земли фермеру. Вот когда насчет свободный рынок, или даже регулируемый рынок купли-продажи земли, нет абсолютно никакой гарантии, что фермер купит. А кто гарантирует, что на этом рынке его с потрохами вместе с землей не купит? Ведь в той же Саратовской области, когда приняли закон о земле, сразу установили нормативную цену земли. За гектар 1000 долларов. 1000 долларов. Вот фермеру для успешного ведения хозяйства нужно 200-300 гектаров Саратовской области. 200-300 тысяч долларов фермер должен выложить. Да где он найдет деньги? И какой себестоимости будет эта продукция? Это не дискуссия, когда мы захватываем время и мешаем... Не время, не время. Уже и закон действует, но ни один фермер даже не помыслил о том взять и купить землю. Вот в Саратове был недавно, встречались с фермерами. Там уже идет разговор. Есть желающие. Тысяча заявлений от фермеров на покупку земли. Я их знаю, стопку видел. Тысяча. Из 10 тысяч фермеров, тысяча человек, возъявили желание купить землю. Но не сейчас деньги, а именно с рассрочкой и так далее. Так они ставят вопрос. Да, они ставят вопрос о нормативной цене. Да, они ставят вопрос о некоторых других конкретностях. Но они не ставят вопрос покупать или не покупать. Они уже требуют правильной организации этого дела. Вот земли бывшей ГДР. Они вышли сейчас в земли Германии. Но ведь там на 12 лет наложен мораторий на купли-продажи. Хорошо. Ведь законопослушное государство, граждане, денежные, что называется. Но почему мы опять впереди всей планеты хотим оказаться? Извините, вот почему вы говорите, что мы хотим торопиться? Мы сидим для того, чтобы нарисовать 5 лет, 10 лет, как было, или 12 лет по-немецки. Мы этот вопрос будем обсуждать. Владимир Федорович, почему этот закон на купли-продажи и на следующий день никаких шлюзов не удержит? Это будет беспредел. Если у нас не соблюдается в стране основной закон нашей Конституции, кто там будет какой-то закон на земле соблюдать? О чем вы говорите? Извините, это неправда. Это абсолютно неправда. Это надуманность. Потому что, когда человек покупает бриллиант или кусочек золота, или цепочку золотую, то он ее прячет, и ни один полицейский не узнает. Когда оформляется сделка на землю, то это все на виду. И, как вы сказали, никуда вы ее не увезете, согласен с вами. Поэтому проверить, чья земля, кто на ней работает, как сделка оформлена, все это поддается проверке. Если неправильно оформлено, то во всем мире называется, аннулируется сделка, и деньги плакали. Какой дурак, извините, будет вкладывать деньги, если сделка неправильная, будет аннулирована. И у Владимира Николаевича, Михаила Ивановича, да и у Петра Зиновича. Вот какое опасение. И у многих, в принципе, есть такое опасение, что будет ли соблюдаться этот закон. Замысел нашей комиссии, по крайней мере, части нашей согласительной комиссии, стоит в том, что не разрешать, не включать право оформления сделок, пока не будет на это дана отмашка. А что значит отмашка? Государственный банк и правила регистрации сделок. Значит, только он может, и никто другой не может регистрировать. То есть, вот эти правила, до инструкции доведенные, когда появятся, только тогда будет отмашка на оформление сделок с землей. И я уверен, что поначалу это будет меньше 1% сделок. Потому что прав нет, покупателей денег нет. А другим покупателям с толстыми суммами нельзя будет этого делать, потому что правила регистрации этого запрещают. Поэтому надо готовиться тщательно, я согласен. Но надо готовиться, а не откладывать лениво подготовку моим внукам. Я хочу своим внукам уже дать регламенты работы, чтобы они просто включались работать, а не говорить, что я был беспомощный, немощный. Я не мог, дурной не мог придумать. Мои внуки, начинайте думать. А за это время что натворится? Надо сейчас готовиться начать. Владимир Федорович, а вы знаете, вот если посмотреть на нашу историю, то земельный вопрос, земля, матушка, всегда была как бы камнем преткновения. И одним из сложных вопросов в нашей стране. И всегда какой-то даже передел, хоть самый малый, всегда он был или переворотами, мы знаем, или кровавыми революциями, или еще какими-то проблемами. И все общество разделялось на две части. За, против, и великие люди, вы помните, писали об этом, и говорили кто за, кто против. У меня вот иногда такое создается впечатление, что мы сегодняшние умнее наших предков, ну, раз на 10, в 10, в 15, в 20 умнее. Я-то, например, считаю, что мы не умнее их. Может быть, образованнее, да. Может быть, начитание, да. Но умнее ли? И можем ли мы, вот вы говорите, главное, чтобы нам для внуков уже все расписать? Многое расписать. Имеем ли мы право, вот такое, сегодня вот мы, давайте скажем откровенно, уж не такие мы из себя правильные люди, что сможем с чистой душой и ясной совестью написать именно то, что будет жить в веках для наших потомков. Может быть, на сегодняшний момент, я еще раз повторяю, может быть, и не надо ломать нам копья-то, может быть, нам потихоньку, осторожно, рассматривая этот вопрос, принять именно то, что на сегодняшний день жизненно необходимо. Всех устраивает. Всех устраивает. А потом приходит новое поколение, приходят новые люди, с новым взглядом на жизнь, на отношения. И они тогда поправят и улучшат, или наоборот скажут, ребят, давайте мы вернемся к тому, что было. Но есть люди, которые, обличенные долгом перед обществом, говорят, мы тоже должны свою лепту внести. Эти люди садятся за круглый стол согласительной комиссии. И через какое-то время, в марте, в конце марта, мы должны положить на стол, вот как мы нашли, как мы придумали. И тогда, пожалуйста, будет дискуссия, но не вокруг вопроса, как не делать работу, а вокруг вопроса, что уже люди придумали и сделали, чтобы устроило всех. Ведь смотрите, только что привели пример, что кто-то там один купил 10 тысяч гектаров земли. Это же недопустимая вещь со всех точек зрения, американских и других. Значит, мы должны найти формулу и записать, как не допустить, чтобы один хитрый человек скупил землю, понимаешь, от 10 тысяч человек. Это же мы должны придумать и записать в регламент. Нам нужно понимать, что купля-продажа земли все-таки четко нужно отдавать отчет. Это переход земли от того, у кого нет денег, к тому, у кого есть деньги. И вот пример Калужской области четко показал. Нашли сурбака деньги и купил он 30 тысяч гектаров. Значит, тысячи крестьян оказались без земли. Скажите, пожалуйста, вот еще есть одно опасение, что земля может быть скуплена иностранцами. Как вы на это... Очень просто. В законе сделать запрет и не допускать этого дела контролироваться. Через подставных лиц говорят. Подставных лиц, извините. Вот я это дело тоже внимательно изучал. Что такое подставное лицо? Я буду укрывать часть прибыли, и тебе, иностранцу, это будет не доставаться. Потому что это было и при царе Горохе так укрывали, и при соцсоветской власти так было, и сегодня так идет. Поэтому невыгодны эти подставные дела. Хорошо. Невыгодны. Экономичные. Ну, подставят, найдут возможность как переоформить. Зачем? Потому что иностранцы, при их избытке продовольствия, их интересует не 22 сантиметра слоя почвы, где пшеница, рожь и клейвер растет, а их интересует несметный богатство, что под этой землей... У нас примеры есть уже. Мы говорим, вот как иностранцы могут купить. Закон нас запрещает. Но у нас закон запрещал иностранцам участвовать в аукционах по продаже заводов и так далее. Так поступил указ президента, который разрешил участие иностранного капитала в приватизации вот этих вот крупных промышленных объектов. Кто гарантирует при нашем законодательстве и при наших правах Государственной Думы и Совет Федерации, что такой вот поступок не будет произведен сразу же после того, как начнет работать закон. Недавно была статья Гаврилы Харитоновича Попова о том, что подождите, что-то вы тут хотите продавать, опять делить, распределять, а мы-то как все остальные-то? Горожане-то. Давайте-ка нам тоже что-то мы хотим с этого поиметь. Земля-то наша, народная. Сугубо отрицательно отношусь к этому. Вы знаете, есть древнее римское правило. Ну, дуралекс-адлекс. Дурной закон, но закон. Закон принят в 90-м году. По нему паевой вариант собственности для крестьян был утвержден. И он освящен Конституцией. И вдруг Попов Гаврила Харитонович похватился, как бы еще прихватить деньжонок себе немного, да своим родственникам городским. Извините, это значит позариться на чужую, на чужое, значит, собственность, либо позариться на Конституцию и на закон, который он, Гаврила Харитонович, содействовал принятию. Это получается, что вчера мне выгодно, я принимаю один закон, а сегодня мне не выгодно, я его отказываюсь. Нет, последовательность. Миллионы людей, крестьян, получили право собственности на земельные доли. И ни одну Попову сегодня не позволено это нарушать. И получается, в моем представлении, Гаврила Попов, в данном случае, как бы вот по старой сказке, что и левый, и правый сходятся в одном. Удивительные люди, демократы, я помню, как в 89-м, 90-м году уважаемый профессор, доктор экономической наук Гаврил Харитонович Попов, будучи народным демократом СССР, с трибуны аж кричал, частная собственность, священно и неприкосновенно. Получили мы, крестьяне, собственность. И этот же опять демократ, опять кричит, вот что ему не выгодно, давай снова передел. Мы, наша партия, аграрная партия России, категорически выступаем против национализации, коммунизации, снова агусосовствление земли, земля крестьянам. Мы его получили, эту землю, и категорически, это наш самый первейший крестьянский интерес. Ни через какой механизм, ни через национализацию, ни через Гаврила Попова, ни через куплю-продажу, не оказаться нам, крестьянским простакам, вновь без земли. Почему мы и против вот этой купли-продажи земли при таком правовом пространстве выступаем, потому что не успеем оглянуться, как поповы, рыбаки, они нас мгновенно без земли останутся. Что я сейчас считаю главным? Значит, действительно, закончить эти политические дискуссии и создать конкретные экономические условия для работы сельхозтоваропроизводителей, чтобы остановить дальнейший спад производства, чтобы стабилизировать производство, чтобы создать предпосылки дальнейшего какого-то возрождения и роста сельскохозяйственного производства. Для этого есть сейчас основа, есть закон о государственном регулировании агропромышленного производства, который раскрывает все механизмы, как действовать. У меня пожелание, во-первых, в самые ближайшие месяцы все-таки принять земельный кодекс в том виде, в котором он уже дважды был принят в Государственной Думе. Поддержать нужно всех крестьян, кто желает трудиться. Защитить крестьян от завоза, залежалой импортной продукции. Мы в состоянии сами накормить свою страну, создать все условия социальные, чтобы люди нормально жили на земле. А следующее поколение, но при этом, чтобы земля не была разбазарена, наверное, найдут способ более умный, чем сейчас, как землю переспределять от ленивого к более родивому, от бедного к более богатому, через аренду, через куплю, продажу. Я думаю, что эта задача все-таки следующего поколения, а не нашего поколения. Я считаю, нам нужно, поняв эту конкретную ситуацию, уйти от разговоров и сесть за стол. И попытаться, пусть пока попытаться, написать, какой может быть, вот речь идет о том, что может быть закон, закон о государственном жестком регулировании рынка земли, установлении запретов и процедур этого дела. Ну, давайте спросим народ. Народ умнее любого президента и любого правительства. Давайте спросим сельских тружеников. Вы за с такими оговорками или против? Как народ решит, так пусть и будет. Ну, что ж, уважаемые товарищи, господа, спасибо, что вы нашли время прийти к нам в русский дом. Я думаю, что не на все вопросы, которые задают нам телезрители, мы смогли сегодня ответить. Земельный вопрос будет волновать не один десяток лет. Но чем быстрее, спокойнее, доброжелательнее мы отнесемся к решению этого вопроса, тем быстрее наступит мир и спокойствие в нашем государстве. В последнем номере журнала «Русский дом» по вашей просьбе мы публикуем слова песни «Встань за веру, русская земля» на мотив марша прощания славянки. Земля, которую наши предки собирали, не жалея ни казны, ни жизни. Журнал, вы часто спрашиваете, где его можно приобрести. Можно приобрести в киосках на станциях метро, в книжной лавке Сретенского монастыря и в других книжных лавках храмов. В этом номере журнала вы можете узнать, и что стоит за подготовкой Госдумы закона о биоэтике. Есть такой закон биоэтика. И в чем заключается мистика русской демографии. Проводит журналистское расследование Юрий Юрьевич Воробьевский. Не так давно в старом русском городе Александрове консультанты из Лос-Анджелеса начали сексуальное воспитание детей с уроков по отмене стыда. На фоне такой модернизации морали абортизация всей России выходит на новый виток, считает журналист. Эмбрионы не выбрасывают в канализацию, из них деловито изготавливают косметику и лекарства. Все это активно сейчас обсуждается в связи с подготовкой пресловутого закона о биоэтике. Однако у названных вопросов есть не только научная, политическая, моральная, но и поистине мистическая подоплека. Как вы знаете, президент Ельцин согласился с решением правительства признать екатеринбургские останки царскими и захоронить в Санкт-Петербурге. У русской православной церкви другая точка зрения. Решение Государственной комиссии об идентификации найденных под Екатеринбургом останков, как принадлежащих семье императора Николая II, вызвало серьезные сомнения и даже противостояния в церкви и в обществе, считает Священный Синод. В связи с этим Священный Синод высказывается в пользу безотлагательного погребения этих останков в символической, подчеркиваю, в символической могиле памятники. Когда будут сняты все сомнения относительно екатеринбургских останков и исчезнут основания для смущения и противостояния в обществе, следует вернуться к окончательному решению о месте их захоронения. Российское правительство спешит поставить точку в одном из самых страшных преступлений XX века – убийстве семьи Николая II. Найденные недалеко от Екатеринбурга останки Госкомиссия под руководством вице-премьера Немцова идентифицировала как царский. Следующий шаг – их захоронение в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Оно состоится 17 июля. Именно в этот день, 80 лет назад, царская семья была расстреляна. Серьезные сомнения и даже противостояние в обществе, связанное с подлинностью найденных останков, заставило Священный Синод Русско-Православной Церкви выступить собственным определением. Церковь не должна сделать ни одного шага, ни в чем, чтобы смутить совесть верующих, разделить их еще по какому-то принципу. Опасения Священного Синода вызваны тем, что часть ученых, членов комиссии, высказала сомнения относительно принадлежности останков царской семье, а значит, возможность для дальнейших трагических и сенсационных открытий не исчерпана. Осторожный подход к останкам, по словам митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, никак не связан с вопросом о канонизации царской семьи. Он будет окончательно решаться на Поместном Соборе Русско-Православной Церкви. Вы представляете, что еще волнует и беспокоит православных людей? Мы предположим, что это не царские останки, а люди, православные люди, будут им поклоняться, лжемолщам. А власть, во что бы то ни стало, стремится поставить точку в трагедии 20 века. Но у власти у нее свои политические расчеты, как свои расчеты и у господина Радзинского, сделавшего бизнес на фантастика исторических опусов. Но это не значит, что православные люди будут участвовать в политических играх. И еще об одном событии, небольшом, но знаменательном. Павел Михайлович Третьяков, завещавший Москве свою галерею, попросил перед смертью о двух вещах. Галерея должна быть бесплатной, экспозицию, состав коллекции не менять. Оба пункта завещания были нарушены. К сожалению, на протяжении определенных десятилетий мы знали, да, подарил человек городу галерею, которая содержит множество различных полотен, картин, иконопись, которой мы с вами любуемся, наслаждаемся и большей частью гордимся. Потому что где бы мы ни были, в каком конце света, если с кем-то заходит разговор, мы всегда на наши особые культурные ценности делаем акцент. Этот особый акцент, этот смысл подвижнической жизни Павла Третьякова запечатлел в своей книге писатель Лев Анисов. Если бы не Павел Михайлович Третьяков, мы бы, наверное, не имели бы той полноты человеческих чувств, человеческих мыслей, которые, благодаря его подвижничеству, как бы стали собраны в одном здании под названием галерея имени братья Третьякова. Мы надеемся, что этот дом в Замоскворечье, в Галутвине, где прошли первые годы Павла Михайловича Третьякова, будет в скорости отреставрирован и станет музеем Третьяковых. Кстати, в журнале «Русский дом» вы сможете познакомиться с прекрасной статьей Анатолия Талановича Парпоры о Михаиле Пришвине, 125-летие которого мы отмечали. И еще в этом же журнале мы рассказываем о судьбе женского монастыря в Кунцево, который, вот как не бьются православные, никак не могут передать, не хотят передать общение, приходу. И еще, знаете ли вы, почему праздник 8 марта отмечается только в России? Кстати, ни в одной другой стране мира вы его не найдете. Если хотите узнать тайну 8 марта, приглашаем вас на встречу с Диаконом Андреем Кураевым 6 марта в Дом культуры «Меридиан» в 18 часов 30 минут. Об этом странном празднике вы можете узнать из нашего журнала «Русский дом», который, я еще раз повторяю, продается во всех торговых точках метро. Кстати, мы приглашаем рекламодателей к сотрудничеству с журналом. Телефон редакции 921-3502. И еще, вы знаете, нас спрашивают, почему вашей телевизионной программы нет в газетах «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская правда». Не знаю, почему. Могу только посоветовать, выписывать и покупать те газеты, в которых наша программа печатается. Всего доброго, до свидания. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в «Русский дом». Субтитры создавал DimaTorzok